всем доброе утро друзья как вы видите я выгляжу не очень я снова не могу накраситься и у меня опять круги по глазами вообще проснулась все опухшие я думала я помру я не стала вместе с ребенком попросила лешера встать потому что не болит голова у меня болело горло и но сейчас уже нет и у меня опять слезились глаза что за мной я не знаю артеж скажи привет привет играет с мочалки нашел в общем это было мне так плохо что я думала что я умираю просто все температуры нету попыталась дозвониться наш поликлинику дежурный врач не ответил не знаю может быть нету сегодня дежурного врача потом я посмотрела сколько стоит прием терапевта в платной клинике которые у нас тут есть под боком и поняла что я очень даже хорошо себя чувствую поэтому сейчас я приняла пол таблетки этого кларитина но от аллергии потому что вчера вечером было целая поэтому глаза практически не взяты я каждый час по будильнику промываю себе глаза ромашкой и я полощу горло соды и промываю нос ну сильными растворами всякими типовая как она называется мариназал отумались вот такими вот я понятия не имею что это блин ну видимо завтра я буду пробиваться в поликлинику если все будет точно так же интересно чё с мамой да я не знаю если это зараза на то наверняка я его уже успела заразить носил на спину маску короче это такое непонятное не похоже не знаю ни на что не похоже говорит это какой-то что с ним делать непонятно но сейчас мне уже намного лучше чем было утром серьезная утром так себя плохо чувствую так плохо выглядела что я сама себя испугалась все-таки зеленые сейчас камера стоит на максимальное осветление потому что мне реально не хочется светиться в таком виде но делать нечем и вчера меня повеселила наша налоговая она прислала мне письмо я не могу я просто я раньше всегда переживала когда мне приходили какие-то письма ой у меня есть какой-то долг ой там что-то не так ой-ой-ой там если теперь когда я получаю от них какое-нибудь письмо я каждый раз думаю они что опять что-нибудь не так посчитали вы знаете что они мне прислали они мне прислали письмо что я за прошлый год должна им несколько десятков тысяч рублей у меня долг по налогам которые я не платила эти очень умные люди посеяли мои документы о том что я уходила в декрет по закону российской федерации и пешники знаете если вы индивидуальный предприниматель женщина и у вас родился ребенок и вы следующие полтора года или меньше не собираетесь вести предпринимательскую деятельность вы имеете право оформить документ о том что вы уходите в декрет и вы не ведете никакую деятельность и вы не платите налоги в пенсионный фонд и вы не платите в мэс медицинское страхование и у вас там идут какие-то правы что вы в декрете там это в дальнейшем еще на пенсию влияет положительно вот я это сделала потому что у меня не было тогда необходимости сейчас функционирует тогда не функционировала мне не надо было целый год она у меня была заморожена эти умные люди тоже сказала потеряли эти документы если я не помру от этого то я поеду в налоговую сверну в трубочку документы о том что в декрете было и вставлю в одно место потому что сил моих больше нет каждые три месяца буквально я получаю ты не документы что у меня тут долг там долг если мне деньги на счетах арестовали и 70 процентов этого происходит из-за того что эти сотрудники боговой теряют мои документы что-то неправильно считают и короче это реально раздражает серьезно я понимаю что это большая махина ну как так можно блин отвратное качество работы и особенно при учете того что я живу далеко сейчас от своего регистрации мне тут и долго ехать там еще в четырех этих такая злая была вчера я сидела вот так вот серьезно вот так вот у меня только матерные слова были в голове но мы бухгалтер говорит что этим всем грешат все налоговые по нашему городу на наших налоговая просто рекордсмен это налоговая которая на станции метро выборская находится в очередной в тысячный раз я говорю вам ребята если у вас есть выбор не надо обслуживаться налоговой коленинского района который находится на станции метро выборской это налоговая вот и просто ужасно вот такие у меня приключения вчера подозревали том что я краду салфетки сегодня я оказывается злостно не платить налогов скрываюсь от государства хорошо хоть в этот раз они прислали письмо они как как-то было в прошлый раз когда они просто мне заблокировали карточку сняв последние деньги которые мне были нужны на лечение во время беременности а то я была просто в диком бешенстве водитель может получить кратковременное ослепление фар от встречных автомобилей в этой ситуации ни в коем случае нельзя дергать руль в сторону гениально помните я предыдущий блок сдавала не помню раз 10 наверное так вот четвертый блок я сдала с первого раза все правильно как-то мне легко было в этот раз все остался пятый блок теории вождения на него нажмем и скажем так обучение теории будет закончена но условно потому что я естественно еще миллион раз буду делать билеты что у нас тут правила эксплуатации транспортных средств о это очень важно устройство мотоцикла это мне не обязательно устройство автомобиля обязательно снова пдд от первая помощь ответ на нарушение самые интересные вопросы остались не так самые интересные темы остались по которым у меня больше всего вопросов так что сейчас буду дальше смотреть пока ребенок спит и я еще параллельно вижу это у меня когда-то я начала шапку делать вот я решила ее продолжить голубь ты чё медицинская аптечка знак аварийной остановки могу по с он вырос теперь это проснулся а кузя тоже сейчас куда ты собрался и так и сяк я распускаю волосы чтобы понравиться себе на камере все равно не нравлюсь никакой кашмар сил но тем не менее сейчас мы проводим величайший эксперимент века который давно хотели сделать то что алишер один поедет куда-нибудь с артёши они вообще сейчас собирались пойти погулять но лучше позвонили ему надо по делам загонять практически в город ну там 20 минут в одну сторону 20 другой то есть даже не совсем в город он сказал давай я возьму ребенка с собой и посмотрим как он будет ехать то есть расстояние небольшое небольшое ребенок хорошем настроении проверим и в общем я их отправила сначала так посомневалась еще и говорит я хочу хочу потом погуляем еще и я их отпустила и это значит у меня есть практически два часа я думаю одной дома им конечно позвоню через полчасика узнаю как дела потому что конечно же я переживаю больше всего я волнуюсь не за то что ребенок там закапризничает или еще что-то за то что алишер может на него отвлечься от управления машиной вот это не значит меня беспокоит ну я такая мама мама пока они ездят господи я одна дома на два часа мне сейчас хочется знаете это если бы я еще лучше себя чувствовала было бы классно кстати глазам сейчас значительно лучше но на улицу вышло там холодно и у меня сразу слезы потекли а так дома вообще практически слез нет но я каждый час реально каждый час по будильнику ромашкой глаза она же успокаивает и дезинфицирует я не знаю что у меня поэтому я выбираю самый безопасный метод скажем так ну и вроде помогает я буду надеяться что это просто аллергия я так себе ну знаете когда там скажем расчешешь кожу или натрешь глаза это может распухнуть до невероятных размеров и это просто может быть аллергия не знаю что у меня что у подписчиков миллион версий что со мной но если я завтра не вылечусь я завтра с утра отправлюсь поликлинику поэтому не не переживайте я знаю многие мне написали там вызови скорую марина тоже за это выступает я из тех людей которые не семьи медиков я знаю как работают врачи на скорой я знаю что скоро них не хватает мне как-то знаете стыдно из-за того что мне гладик почесался вызывать скоро может кому-то во время инфаркта не успеет поэтому я переживу вот и даже буду завтра видите норме но страх конечно было не очень ладно заканчиваем эту тему меня кстати тут была большая стирка смотрите это футбольная форма опять то что алисер занимается футболом вот у них такие накидки когда они делятся на команды они разных цветов у них и вот я постирала тут на каждый это висит по 2 накидки хотелось нашу стирать но решила что не хочу стоять второй сушил хотя может быть они уже почти высохли на шестерку выпускать но запущу тогда стирку и сяду буду дальше вождение изучать может и вообще сегодня добью эту теорию и все и и забуду ехать нет ее не забуду но мне надо там все зачеты сдать чтобы потом иметь допуск к экзамену самой автошколе сейчас позаниматься пока время есть смотрите как вы мне тут натюрморт красивый так классно смотрится не инстаграмный формат конечно но запечатлеть хочется очень классно они так раскрылись все-все я их поставила в другую вазу не в чем такой узкой стояли точнее высокой а это пониже и повыше поэтому получился такой классический пакет во все стороны мамы спасибо вам всем за ответы по поводу отдыха я чисто физически уже не могу пролайкать все что вы написали потому что очень очень много ответов но я все прочитала и большое большое спасибо у нас ребенок сегодня почти весь день вот так передвигается короткими перебежками как большой прогресс приезжал куку ой а может купаться пойдешь хочешь пойдем ванну набирать пошли в ванную пойдем пошли в ванную за ручку хочешь а может сам что это за мальчик наших баррикадах здравствуйте здравствуйте что вы там делаете хлеб кушаете идите сюда иди ко мне туда не надо там грязно иди ко мне пойдем в комнату пошли ну пойдем ты такой умница хлеб из тебя выпал ничего страшно иди сюда иди сюда что-то интересное шкафу вот и молодец все на день ходишь то что ты там шкафку видео салфетки смотрите это пачка супер для меня это вот как раз посморкаться на пару дней 500 штук тут я целиком посмотрела пятый блок но зачет пока не сдала и сегодня не сдам потому что я хочу спать буду монтировать влог сейчас кстати еще раскрашивать успела вязание отложила так что уже хвост собаки хорошо мне кажется круто получается а это видимо какие-то цветы ну ладно друзья спокойной ночи вам не хочу показываться я как всегда не очень круто выгляжу сегодня всем до завтра